Здравствуйте! Пора отпусков позади, Европарламент возвращается к рабочим будням и первым делом разбирает почту. Нет ли в инбоксе еще что-нибудь интересного? Есть и немало. Вот письмо из полицейской службы ЕС Европола по поводу лаборатории Касперского. Напомню, в июне Европарламент поддержал доклад нашего реформиста Урмаса Пайта о кибербезопасности, в котором, в частности, содержался призыв запретить использование вредоносного программного обеспечения вроде продукции лаборатории Касперского. Конец цитаты. Рапорт я, разумеется, не поддержала по очевидной причине. Тот факт, что лаборатория Касперского – российская компания, еще не повод уничтожать деловую репутацию концерна, производящего антивирусное программное обеспечение. После принятия доклада я сделала то, что сделал бы на моем месте любой журналист, но чего не удосужился сделать докладчик Пайта. Обратилась Европол с просьбой подтвердить или опровергнуть, так сказать, вредоносность продукции Касперского. И вот исполнительный директор Европола Катлин Дебоу дала ответ. Сведения о том, что Касперский снабжает пользователей вредоносными программами, у Европола нет. Прекрасно, не правда ли? Куда делась презумпция невиновности? Где захоронены ее бренные останки? Шутки шутками, но после принятия злосчастного доклада Касперский приостановил сотрудничество с Европолом и инициативы No More Ransom, которую, собственно, самофинансировал, и посредством которой в Европе был раскрыт целый ряд серьезных киберпреступлений. Цель проекта No More Ransom – помочь жертвам мошенников, которые шифруют ваши данные и требуют выкуп за то, чтобы вновь получить к ним доступ. В Эстонии последний случай кибервымогательства был зафиксирован уже после принятия доклада Пайта 18 июля, и Центр семейных врачей был вынужден заплатить хакерам, чтобы вернуть доступ к данным 5000 своих пациентов. Что тут скажешь? Политическая воля в очередной раз одержала победу над здравым смыслом, и мы на злой бабушке опять отморозили уши по полной программе. Зато некоторые политики показали себя героями. К счастью, далекая от политических игрищ Катрин Дебол сообщает, в 2014 году Европол и Касперский подписали меморандум о взаимопонимании. Эта компания остается членом консультативной группы по безопасности интернета, созданной в Европейском центре борьбы с киберпреступностью. Касперский прекратил работу в No More Ransom, но желает остаться частью проекта. Конец цитаты. Так, надежда на возобновление сотрудничества есть. Если, конечно, нам удастся какое-то время не принимать дурацких резолюций. Всего вам доброго и до встречи через неделю.